К прошлому нужно относиться так, как ты относишься лично, потому что лично тебя задевает прошлое. Вот у меня в моем прошлом, в прошлом моей семьи, отец прошел всю Сталинградскую, всю войну и Сталинградскую битву. И я горжусь тем, что мой отец был танкистом и прошел всю войну на Т-34. Но его отца отправили в Нолильский лагерь, а другого моего деда расстреляли. Одного расстреляли в Нолильске, другого расстреляли здесь, в Москве, на Лубянке. Гордиться сталинским периодом я лично никак не могу. У меня это вызывает чувство ненависти. Разные периоды в нашей стране, буквально каждая пятилетка, она разная, поэтому гордиться всей историей невозможно. Можно гордиться какими-то ее кусочками, какими-то людьми. Можно гордиться Сахаровым, то, что он был. Можно гордиться то, что у нас был Шостакович. Можно гордиться полетом Юрия Алексеевича Гагарина. Можно гордиться Алексеем Леоновым, который вышел в космос, которого я немножко знаю. Можно гордиться Пятром на Таганке, когда его возглавлял Юрий Петрович Любимов. Вот этим можно гордиться, но гордиться в целом историей невозможно. Или можно гордиться победой в войне, но невозможно гордиться теми способами, каким она велась. И той гигантской кровью, и таким отношением к солдатам со стороны генералитета. Гордиться невозможно. В этом смысле я доверяю Виктору Петровичу Остафьеву. Невозможно гордиться в целом. Нужно знать историю, тогда можно ее как-то разобрать. Гордятся своей страной тупо в основном люди, которые не знают совершенно истории, не знают своей культуры. Вот они бьют себя в грудь и кричат о великой России. Это люди не знают историю, не знают ее культуру. Понимаете, не читали Пушкина, не читали Достоевского и знают плохо русский язык. Вот в чем дело. Еще ко всему прочему. Вот они бьют себя в грудь и тупо говорят о том, что Русь святая и великая и так далее. Не бывает ни одной страны без темных пятен. У всех есть куски темной своей истории, и нужно об этом честно говорить, тогда это будет объективно.